И туалеты кто-то должен убирать, безусловно, иначе они будут грязными. Конечно, всю эту работу кто-то должен делать. Но российские туалеты не должны убирать мы с вами. Понимаете мысль? Пусть российские туалеты убирает россиянин. Ты серьезно думаешь, что вы пошли бы по пути Прибалтики? Я думаю, что у вас был бы свой Рахмон или Чечен-Баши, и вы ездили бы в РФ гастарбайтовить. Но ты всего лишь думаешь, а у меня есть как бы факты. Мы с 90-го по 94-й без войны жили в свободном государстве со своим правительством, президентом. И у нас не было своего Чечен-Баши или своего Рахмона, как ты сказал. И после этого два года у нас война, и опять до 99-го года мы живем свободно. И у нас опять нет ни Чечен-Баши, ни Рахмона. У нас есть, конечно, свои проблемы, безусловно. Но вот этого культа личности, какого-то среднеазиатского падишаха у нас нет. Как раз вот этого про нас вы сказать не можете. И гастарбайтерить в Россию мы тоже не ездим. И это причина не в том, что мы жили хорошо, не нуждались в том, чтобы работать. А причина, наверное, скорее ментальности. Мы, в принципе, не так устроены. Для нас это как бы зазорно. Мы не поедем подметать улицы российских городов. В принципе, чеченцы не поедут. Это зазорно. И было бы хорошо, если бы для других наших братьев из среднеазиатских стран это тоже было бы зазорно. Это было бы хорошо и правильно. Это правильная гордость, что ли. Сама оценка какая-то. Но это очень недостойно, на самом деле. Ездить в Россию и подметать улицы их городов. Это очень неправильно. Поэтому ты можешь предполагать, ты можешь считать, тебе может казаться как угодно. Но ты не сможешь обосновать свои мысли. Я же могу их обосновать на примере того, как было. Поэтому нет, у нас никогда не было и не будет, иншаллах, никаких своих чечен-баши или рахмонов. У нас сегодня есть российский наместник. Вот это вот, можно сказать, российский рахмон в Чечне. Так будет правильно его назвать. Но это не мы его сделали, не мы его для себя избрали. Как только не станет у нас Россией, не станет у нас и этого российского рахмона. Понимаете? Наше общество, хвала Аллаху, оно так устроено, что мы отторгаем подобные вещи. Они у нас не приживаются. И для того, чтобы их у нас как бы сохранять, всегда должно быть какое-то давление извне. То есть кто-то, какое-то мощное государство, иное должно вот этот режим с помощью силы, террора, запугивания, они должны его как-то держать, забыл слово. А иначе, если это пустить на самотек, если сказать, ладно, давайте попробуйте там сами. Все, этот режим моментально рухнет. Это знает даже Кадыров. Отсюда и идет вот эта борьба даже с волком, там, с символами. Почему? Потому что народ стремится к свободе, к независимости. Народ не хочет видеть над собой никаких рахмонов, никаких чечен-баши. Мы не хотим этого, мы не так устроены. Зато чеченцы метут в Европе, это не зазорно. Валлахи, не метут. Может, есть там какие-нибудь отдельные личности, кто может работать на подобной работе. Но не метут. В целом не метут. У нас это зазорно, никто этим не занимается. Массово, чтобы ехали чеченцы куда-то и подметали там чьи-то улицы, хвала Аллаха, такого нет. Даже очень бедные у нас люди, они найдут себе другую работу, займутся чем-то иным, но подметать чьи-то улицы не будут. И это то, что я одобряю. Я считаю, что так и должно быть. Должно быть стыдно и зазорно ехать в Россию и подметать их города. Это должно быть стыдно. Не только чеченцам, всем это должно быть стыдно. Нашим братским народам из Средней Азии это должно быть стыдно. И так нужно воспитывать своих детей, чтобы они не ездили и не подметали улицы российских городов. Мы не можем своих семей оставить голодными. Так никто не может. У нас тоже семьи, они тоже были очень голодные, было время. Но мы не ездили подметать улицы российских городов. Понимаете, есть какие-то красные линии, которые нельзя пересекать. Как бы тяжело не было, но все, не пересекаются эти линии. Надо их выстроить для себя. Понять, что это не гоже, не подобает. Вы же, субханаллах, вы мусульманские народы. Вы ездите в Россию и подметаете, убираете улицы их городов. Это очень недостойно. Потому что безобидно лучше подметать дворы, чем кинуть русских таксистов и приезжая в русские регионы заниматься мордобоин и воровством. Ты знаешь, ты как бы приводишь примеры двух, абсолютно два недостойных поступка, и ты пытаешься между ними выбирать. А неужели ты не можешь выбрать что-то достойное? Почему обязательно выбор делается, либо подметай, либо кидай таксистов? И то, и то является недостойным. Не делай ни того, ни другого. Пойди работай на стройку. Пойди там, я не знаю, найди какую-то другую, другое чем-то займись. Сегодня очень много возможностей, там, онлайн заработка. Занимайся бизнесом, покупай, продавай. В конце и то, и то, и курьером работай. В Uber пойди, таксистом работай. Доставка еды работай. Работай чем-то незазорным. Не занимайся подметанием улиц. Вот о чем тебе говорят. А вот эта вот попытка, знаете, из двух недостойных выбирать. Ну, недостойный пусть выбирает из недостойного. На то ты и недостойный, значит. Ты попытайся быть достойным. Как только ты скажешь сам себе, что ты достоин, ты найдешь очень много достойных вещей, чем можно заняться. А пока ты будешь недостойным, ты и будешь выбирать среди недостойного. Да, выбери между уборкой, чисткой общественных туалетов и уборкой улиц. Возьми между этим, повыбирай. И то, и то является недостойным. Ты не должен этим заниматься. Я бы еще понимал бы, если бы ты у себя на родине этим занимался бы. Убирал бы улицы за своими братьями и сестрами. Убирал бы улицы в своем государстве, понимаешь? А ты едешь и занимаешься уборкой за гражданами другой страны. Тунсу, откуда в тебе столько высокомерия? Ты же муслим. Точно такое же высокомерие у власти Чечни при выступлении. Вот это как раз таки пример правильного высокомерия. У муслима должно быть вот это высокомерие, чтобы не ехать в Россию и не подметать улицы российских городов. Вот это высокомерие у вас должно быть. Вот почему у вас его нет? Как раз вы должны себе этот вопрос задать. Куда оно делось? Почему вы не считаете это зазорным? Почему вы для себя это допускаете? Почему не к вам едут убирать улицы ваших городов, а вы едете для того, чтобы убирать улицы российских городов? Задайте себе этот вопрос. Проблема как раз в том, что у вас этого правильного высокомерия у вас нет, которое должно быть. Любой труд важен, и дворники в том числе. Люди, вы меня послушаете внимательно. Вы говорите глупости. Никто не говорит, что дворники не важны. И туалеты кто-то должен убирать. Безусловно, иначе они будут грязными. Конечно, всю эту работу кто-то должен делать. Но российские туалеты не должны убирать мы с вами. Понимаете мысль? Пусть российские туалеты убирает россиянин или кто-либо другой. Неважно. Пусть они сами решают, кто у них там будет. Их проблемы. Не мы с вами должны ехать и убирать российские туалеты. Понимаете? Вот в чем мысль. Я говорю, что мы туда, чеченцы, генетически так устроены, что никогда не поедет чеченец подметать улицу российских городов или там тем более мыть им туалеты. И они прекрасно знают, что даже в армиях российских, там где заставляли, даже в советских, где заставляли это все делать, никогда чеченцы там не убирали и туалеты не мыли. Это они очень хорошо знают. Но те, кто говорят, что это какое-то высокомерие, там какая-то гордость, это та гордость и то высокомерие, которое должно быть по умолчанию у мусульманина. Он обязан иметь эти убеждения. И для него должно быть зазорно поехать в российские города и убирать там их улицы. Для него это должно быть зазорно. А почему это для некоторых людей это не зазорно? Это надо там разбираться, копаться, искать причину, а не так, что наоборот, пытаться осудить тех, кто считает это зазорным. Это так и должно быть. Я живу в Европе. Хорошо, что ты мне не сможешь здесь прочесать. Ни в Европе, нигде ногчи, улицы не подметают в своей основе. Это не значит, что ты сейчас мне не приведешь какого-нибудь там отдельного чувака, который это делает. Ну, может быть. Мы же... У нас отдельные чуваки, вон, и в Канаде есть. Голубки. Поэтому отдельных чуваков мы здесь не... Мы о них не говорим. Мы говорим о какой-то массовости. Есть массовость, что приезжают гастарбайтеры в Россию и массово подметают улицы их городов. Это массовость. Это не отдельные там люди, которых мы знаем по именам и фамилиям, которые этим занимаются. А то, что ты приводишь пример, что якобы в Европе есть, это отдельные какие-то чуваки, ты можешь там знать имя, фамилию, но это не массовость. Массово у нас здесь, ни здесь, нигде в мире чеченцы этим не занимаются. И хвала Аллаху, что они занимаются. А что касается женщин, которые работают в отелях, ну, это нормально. Здесь я не вижу никаких проблем. Работать в отеле, это... Это... Ну, разумеется, не любая работа, я имею в виду. Но в целом такая работа как бы... И для женщины это не является зазорным. Для мужчины это зазорно. Я сразу хочу оговориться, чтобы не обидеть, допустим, тех женщин. Я видел, вижу, что есть, например, те, кто занимаются клинингом. Клининговые фирмы открыли в Европе, параллельно снимают это, как они убираются, имеют подписчиков, ведут свою деятельность. Я вообще ничего против таких людей не имею. Аллаху шуэртубойл, пусть Аллах вам дарует вам успех в вашей деятельности. Это абсолютно нормально. Я говорю конкретно про людей, называемых гастарбайтерами, которые едут массово в Россию или в другие страны, для того, чтобы убирать их улицы, подметать у них, понимаете, убирать их туалеты. Я говорю про таких людей. Не путайте. То те, кто профессионально занимаются клинингом, это люди, у которых такова их деятельность. И ничего плохого нет. Но вот эта вот массовость, когда люди ездят что-то убирать в другие страны, это ненормально. Я думаю, в принципе, все понимают, о чем я говорю. Просто некоторые делают вид, что они не догоняют. Бывший Гурон, это не высокомерие, это чувство собственного достоинства. Абсолютно верно говоришь, брат. Зайна. Теперь туда назло тебе пошлют чеченцы убирать за русскими. Зря ты это вслух сказал. Это ничего не поменяет. Ну, пошлют они туда одного, там, десять. Но это все равно не придаст массовости. Мы ведь с вами знаем наш менталитет. Мы с вами прекрасно понимаем, что у нас народ не поедет массово убирать улицы российских городов. И мы это знаем. И россияне это прекрасно знают. Поэтому нас и не любят во многом. Из-за того, что мы знаем, как бы у нас есть вот это чувство собственного достоинства. Мы его храним, бережем. Даже вот эти столь ненавистные нам вот эти кадыровцы, даже они себе подобное не позволят. И это тоже россияне знают. Поэтому нас не любят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok